Приветствую вас, я постарался ответить на вопросе, который вы задали максимально точно, в том плане, что сама по себе ситуация неоднозначная и ее нужно бы разбирать несколько проблем. Вам можно посещать его лишь только в том случае, если вы не собираетесь больше с ним расставаться. То есть, если вы поняли, что вы любите его, то вы хотите быть с ним, хотите сделать его счастливым, хотите заботиться о нем и так далее и так далее, тогда вам стоит к нему приходить, вам стоит оказывать ему подъемчику и прочее, но быть все время с ним. То есть, принимать его таким, какой он есть. Если вы этого делать не собираетесь, то, соответственно, приходить ему лучше не стоит, потому что это будет лишь еще больше для него стрессом и негативно на него повлияет. То есть, когда и если вы придете, это им будет воспринято, как ваша инициатива для сближения. И вы никак не сможете не объяснить, что вы пришли просто как друг. Ну, потому что он не может вас воспринимать как друга. Ну и, соответственно, когда это скроется, это будет посложено у него ударом и может быть рецидит. Это то, что касается, значит, стоит или не стоит. Теперь, если говорить про вину. Ну, по сути дела, вот в чем вы виноваты? Виноваты в том, что молодой человек хочет закончить жизнь самоубийством? Простите, он хочет закончить жизнь самоубийством почему? Потому что у него трудность. Хорошо. Но ведь трудности есть у всех людей. И разве проявление силы? Разве проявление мужественности? Простите, избежать от всех проблем? Думаю, нет. И ваши отношения, проблемы, проблемы с работой у молодого человека, все это не повод для того, чтобы любить себя именно так. Он думал о вас, когда собирался себя убить. Он думал о том, как вы это восприняйте. Вряд ли. Думал он о друге своем, который тоже переживал. Вряд ли. Он думал в этот момент только о себе. Это эгоисты. И очень слабые люди. Конечно, поддержка нужна. В каких случаях. Но поддержка нужна. тех, кого человек воспринимает однозначно. В данном случае это его лучший друг. И вот пусть лучший друг его поддерживает. А вам видит себя не лучше. Потому что, простите, ради того, чтобы мужчина не подмочил жизнь самоубийством, если он не будет теряна. И, простите, ваши интересы все-таки защищать нужно. И проблемы в ваших отношениях, которые у вас есть, это проблемы не только ваши, но и его. Потому что отношения у нас всегда работают быстрее людей. И да, вы несете ответственность за эти отношения, за проблемы, но не только вы. Молодой человек точно несет за них ответственность. И если вы в нем сомневаетесь, то это не только ваша проблема, но и его тоже. И он также внес свой вклад в то, что вы в нем теперь сомневаетесь. И это действительно проблема. Но это проблема личных отношений между вами. Но никак не просто. Для мужчины, уважающего себя, уважающего и любящего людей вокруг себя, кончать ревень самоубийством. Я думаю, не ошибусь, если скажу ему, что вы ни в чем не миноваты. Хотя бы потому, что в ситуации, когда человек оказывается без работы, когда у человека проблемы в личной жизни оказываются многие. И лишь единицы, кончащие самоубийством. И вам нужно спросить себя. Вы хотите связать свою жизнь с таким нестабильным, эмоциональным, не очень-то сильным мышлением? И если да, ответ очевиден. Если нет, это ваш выбор. Но сделайте его один раз. Вот вы пишите, что у вас есть сомнения насчет молодого человека. Подумайте, какие это сомнения. Может быть, когда пройдет немного времени, попробуйте с ним обговорить эти сомнения. Дайте ему шанс развеять эти сомнения. И если оно получится, будьте с ним. Если не получится, если вы будете по-прежнему в дому заниматься, лучше расстаньтесь и не травите его души, не охлаждайте вам обоим жизнь. И тогда это будет самым правильным поступком, который вы можете совершить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду вам благодарен.